Продолжение следует... 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 Ускоренными темпами модернизируется военная инфраструктура. Идут многочисленные учения НАТО. Прямо сейчас на территории 19 европейских стран, в том числе у наших границ в Польше, проходит крупномасштабное учение, такого мы раньше не видели, защитник Европы-2022. От кого они защищаются, догадайтесь сами. До сих пор на белорусско-польской границе находится группировка численностью порядка 15 тысяч военнослужащих, размещенных там еще в прошлом году под предлогом миграционного кризиса. Это кроме тех постоянно войск, которые там присутствовали, в прошлом году было переброшено 15 тысяч, в основном американцев. Мигрантов там уже давно нет, а войска стоят. Спрашивается, зачем? Очевидно, что сегодня ни одна страна не представляет угрозу для Североатлантического блока. Более того, кроме задействованных на территориях Польши и стран Балтии 15 тысяч человек в операциях вооруженных сил США «Атлантическая решимость» и объединенных вооруженных сил НАТО, усиленное передовое присутствие, дополнительно прибыла группировка для укрепления восточного фланга Альянса свыше 10 тысяч военнослужащих. И если, допустим, ну может 7 лет тому назад было войск в этом месте 3,5 тысячи в твою бытность, то сейчас их около 40 тысяч. Прямо на территории Польши, прибалтийских государств, пока про Украину не говорят. И вот тут наше военное взаимодействие в рамках союзного государства Белоруссии и России. Членства Белоруссии в ОДКБ являются теми самыми стабилизаторами, оказывающими определенный отрезвляющий эффект на горячие головы по ту сторону границы. Этот пример свидетельствует о том, что если бы этого не было, боюсь, что горячая война уже была бы и на территории Беларуси. Кстати, они попробовали это в 2020 году. Сегодня нет более злободневного и важного вопроса, чем конфликт вокруг Украины. Начиная с 2014 года, всем мы оказывали все необходимое содействие в целях его урегулирования. В принципе, мы готовы все, сидящие за столом, делать это и сейчас в любом формате. Ясно, что Украину натравливали и подстрекали, пичкая ее национализмом, нацизмом, а свидетельства в Одессе, когда сожгли живых людей, и фашизмом, русофобией и оружием. Травили чем только возможно. После выборов в Беларуси в августе 2020 года в отношении взаимодействия с нами, с Беларусью, Украина полностью, как у нас принято в народе говорить, легла под запад. На протяжении последних двух лет мы постоянно ощущаем на себе недружественные акции со стороны нашей южной соседки. Украина на опережение ввела против нас санкции, то есть Запад еще не вводил никакие санкции, и американцы в том числе. Украина это сделала первой. Помните, небо закрыли, железное сообщение, железнодорожное. Потом начали готовить боевиков нам подкидывать, потом оружие через границу пошло. Это все известно. Осуществляло провокационные действия авиации путем введения разведки украинскими беспилотниками в воздушном пространстве Беларуси. Факты, говорящие об угрозе нашей национальной безопасности, неоспоримы. Именно поэтому нами абсолютно правомерно был задействован механизм поддержки в рамках Союза с Россией. В Беларуси до начала военной операции Россия обращала внимание на необоснованный рост военного присутствия Запада в Украине и в регионе в целом. Мы об этом неоднократно говорили и предупреждали, что дело идет конфликт. Ожидали, что Запад и, прежде всего, США все-таки воспользуются известным предложением России по запуску переговоров по гарантиям безопасности. Рано или поздно в обозримом будущем этот процесс все равно начнется. Но что к тому времени останется от Украины и от нашего региона, это вопрос. Пока на Западе, в том числе в Вашингтоне, мы наблюдаем лишь желание максимально продлить конфликт. Для этого Украину и продолжают накачивать оружием. Цели понятны. Максимально ослабить Россию, утопив ее, как они говорят в этой войне. А можно сделать так, чтобы полыхнуло пошире. И это мы тоже наблюдаем. Если замысел такой, то, наверное, отсидеться ни у кого не получится. Самая опасная сегодня тенденция на Украине – попытки расчленения Украины. Уже созданы тысячные подразделения для того, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и защитить ее. В условиях полного игнорирования норм и принципов международного права особенно важны единство и солидарность единомышленников. Государства-члены ОДКБ проявили в январе этого года подобную солидарность и выручку в трудную минуту. Вы помните казахстанские события. Своевременность и оперативность этого шага наглядно продемонстрировали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность, потенциал организации по обеспечению безопасности ее государств-членов. Никто на Западе даже не посмел подумать, ввязаться в ту ситуацию, поддерживать. Как показывают последние события, с нашей точки зрения, может я ошибаюсь, похоже нет. Чего только стоит запрет отдельными партнерами по ОДКБ полетов к ним самолетам национальных авиакомпаний других государств-членов этой организации. На фоне жесточайшего агалтерла санкционного прессинга стороны консолидирно-западов постулаты единства и солидарности срабатывают далеко не всегда. Это видно, к сожалению, по голосованию в международных организациях. С молчаливого согласия наших партнеров в Беларуси и Россия, вопреки всем законам международной жизни, по приходи Запада шельмуются и исключаются из международных организаций. Да, оказывается, давление жесткое и беспринципное на вас, членов ОДКБ, но ведь именно для таких ситуаций существует коллективная взаимная поддержка. Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических, военных связей нас завтра может не быть. Со стороны наших недругов и оппонентов идет планомерное расшатывание опорных точек и союзнических связей. И в этом мы сами частично помогаем Западу. Уверен, что если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адских, как они говорят, санкций. Посмотрите, как монолитно голосует и действует Европейский Союз. Насколько у них сильна внутриблоковая дисциплина. Она распространяется автоматически даже на тех, кто не согласен с принимаемыми решениями. Ставят вопрос, кто нам мешает использовать этот блоковый ресурс. Вот тут с них нам нужно брать пример. По одиночке нас просто раздавят и разорвут. Я еще в январе предупреждал, что основной целью определенных внешних сил является подрыв стабильности и нарушение эволюционного пути развития на всем постсоветском пространстве. Начали с Беларуси, потом зараза перетекла в Казахстан, теперь на очереди Россия. Ну и, как мы видим, и в Армении проблемы создают. И не нужно думать, что это кого-то обойдет стороной. Сейчас абсолютно очевидно, что не встретив единого противодействия со стороны союзников по организации и других интеграционных объединений на постсоветском пространстве, коллективный Запад будет наращивать свой прессинг. Что нужно сделать для укрепления ОДКБ в нынешней беспрецедентной ситуации? Пока навскидку мне видятся следующие шаги. Просто первоочередные, их много. О них очень много в свое время говорил Имамали Шарипович, обращаясь к проблеме того региона. Первое. Усиление политического взаимодействия и координации государств-членов ОДКБ. Надо повысить коэффициент полезного действия механизма консультации по вопросам внешней политики и безопасности. Нам надо чаще выступать от имени ОДКБ на международных площадках, чтобы голос и позиции организации были видны и слышны этот голос. И позиции должны быть едины, как на Западе. Пусть наши министры иностранных дел подумают над тем, где и как это делать для достижения оптимального эффекта. Пусть они подумают над тем, как нам реагировать в политической плоскости на новую волну расширения НАТО. Мы в этом должны быть едины. Не только Россия должна выражать озабоченность и бороться в данный момент в одиночку с попыткой расширения НАТО. Второе. Повышение эффективности противодействия вызовам и угрозам в информационном пространстве, включая борьбу с фейками и дезинформацией. Понятно, что против нас развернута сейчас гибридная война с составляющей частью которой основной является информационная война. Для того, чтобы этому противостоять, следует по максимуму использовать потенциал соглашения ОДКБ 2017 года, сотрудничество в области информационной безопасности. Активнее продвигать ОДКБ в социальных сетях, которые интенсивно используют наши западные оппоненты. С целью действенного реагирования на фейки и информационный уброс. Притом, надо подумать серьезно и, может быть, пойти по пути Китая в борьбе, в информационной борьбе, особенно в интернете. Соответствующие задачи должны быть поставлены всем внешнеполитическим ведомствам, спецслужбам и секретариат ОДКБ. Третье. Явно назрела необходимость усиления прогнозно-аналитической составляющей в работе секретариата ОДКБ. Уверен, что подобные структуры есть в ООН, в Европейском Союзе и в НАТО. Возможно, стоит подумать над созданием в секретариате подразделения, отвечающего за анализ и стратегическое планирование. Думаю, генсекретару надо проработать этот вопрос. Четвертое. Целесообразно подумать над объединением потенциала аналитических центров государств-членов ОДКБ и формированием в сети данных структур для оказания содействия при подготовке концептуальных документов по актуальным вопросам международной повестки. Уважаемые друзья, то, что я предлагаю в это сложнейшее время, такие вроде бы простые вещи, связаны с тем, что, возможно, по более сложным мы сразу не договоримся. Поэтому, может, это будут первые шаги. А идти надо дальше и глубже, как говорили раньше. Уважаемые коллеги, всем понятно, что историческая эпоха, которая существовала, раньше завершается. И возврата к прежнему порядку уже не будет. Нельзя допустить создание новой международной архитектуры без нас. А вбросы на Западе уже делаются, и разговоры об этом ведутся. Считаю, что ОДКБ должна прочно укрепить свой статус в международной системе сдержек и противовеса. Организация обладает мощным коллективным потенциалом для дальнейшего поступательного развития. А вот насколько эффективно она воспользуется им, и сохранит ли она вообще свое существование в следующие 10, 20, может, 30 лет, зависит только от нас с вами сегодня. Именно от нас. После Армении председательство ОДКБ перейдет к Беларуси. Помимо обозначенных выше перспективных направлений работы, мы уже сейчас серьезно думаем над новыми предложениями, нацеленными на развитие нашей организации, которые эти направления до вас будут доведены в ближайшее время. Рассчитываем на максимальную поддержку и конструктивную работу всех вас, наших коллег. Иного выбора у нас нет. Вот. Извините за длительность выступления. Благодарю вас за внимание. Спасибо, Александр Григорьевич. Слово предоставляется президенту Республики Казахстан Касымжу Марту Кемелевичу Такаеву. Пожалуйста. Уважаемый Николай Ваваевич, уважаемые коллеги, прежде всего хотел бы выразить признательность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за организацию юбилейной сессии Совета коллективной безопасности. Действительно, у нас сегодня уникальный форум, посвященный, можно сказать, двойному юбилею ОДКБ. С годами наша организация утвердилась в качестве эффективного механизма многостороннего сотрудничества с серьезным потенциалом для дальнейшего развития. Созданием ОДКБ на обширном пространстве Евразии была возведена прочная система коллективной безопасности. Ее главными задачами являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Успешно функционируют постоянные рабочие органы ОДКБ, действуют различные форматы тесного сотрудничества и даже взаимодействия. Укрепляется силовой, правоохранительный и миротворческий потенциал. Особое внимание уделяется противодействию международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, нелегальной миграции. В этом ключе придаем большое значение развитию ситуации в Афганистане. Нестабильная обстановка в этой стране, а также неснижающаяся активность вооруженных группировок на территории Афганистана по-прежнему угрожает безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы и еще больше уделять внимание обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии. В ближнесрочной перспективе безусловным приоритетом является развитие миротворческого потенциала организации. Работа в этом направлении активно ведется. Созданы и ежегодно совершенствуются миротворческие силы ОДКБ. Прорабатываются планы их оснащения современным вооружением, техникой и специальными средствами. Как вы знаете, по инициативе Казахстана учрежденный институт спецпредставителя генерального секретаря по развитию миротворчества. Таким образом, все необходимые инструменты сформированы и, на наш взгляд, нужно уже ставить задачу подключения ОДКБ к миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия организации в международных операциях по поддержанию мира. Уважаемые коллеги, наши оценки развития ОДКБ и общее видение актуальных аспектов международной и региональной безопасности легли в основу юбилейного заявления Совета коллективной безопасности. Благодарю Армению за плодотворное председательство и российскую сторону за своевременную инициативу о проведении данного форума. Спасибо за внимание. Спасибо, Касымжимар Кемелевич. Слово предоставляется президенту Кыргызской республики Садыру Нургожевичу Запарову. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Николь Воваевич, уважаемый глава государства. Рад всех вас видеть в гостеприимной Москве. Своё выступление хочу начать с поздравлений. В первую очередь поздравляю наши братские народы с 77-летием Великой Победы. 9 мая по Кыргызстану состоялись многотысячные шествия бессмертного полка под лозунгами «Вечная слава героям. Никто не забыт, ничто не забыто». В республике свято хранят и чтят этот праздник торжества советского народа над нацизмом и фашизмом. Постоянно отдаётся глубокая дань памяти героическому подвигу наших дедов и отцов. Во-вторых, хочу поздравить нас с 30-летием подписания договора о коллективной безопасности и 20-летием учреждения организации договора о коллективной безопасности. Мы всецело поддерживаем принятие сегодня политического заявления, приуроченного к этим двум историческим датам. Происходящие в последние годы международные события подтверждают правоту выше принятых стратегических решений в целях обеспечения общей и коллективной безопасности от Бреста до Владивостока. Вместе с тем, с удовлетворением отмечаю, что за период существования сама организация договора о коллективной безопасности выполняет возложенную на неё ответственную миссию, развивается институционально, укрепляется её потенциал. В этой связи хочу поблагодарить генерального секретаря Станислава Зася, всех его предшественников и сотрудников секретариата ОДКБ за преданную службу в интересах безопасности государств-членов. Уважаемые коллеги, текущая международная обстановка не вселяет оптимизма как с точки зрения глобальной безопасности, так и мировой экономики. Угрозы безопасности и военно-политическая напряжённость подобрались вплотную ко всем рубежам зоны ответственности ОДКБ. Наблюдаются попытки стороннего вмешательства во внутренние дела государств-членов ОДКБ. Так, в начале года нам пришлось купировать нежданный кризис безопасности в одном из государств-членов. Мы среагировали оперативно и действенно. Я полностью поддерживаю решение наградить участников этой миротворческой миссии. Весьма тревожной остаётся обстановка на южных границах ОДКБ. В первую очередь из-за беспрепятственной деятельности в некоторых афганских провинциях, радикальных религиозно-террористических структур, внешние спонсоры которых имеют свои далеко идущие планы на Центральную Азию. Считаю, что афганская проблематика должна оставаться в центре нашего постоянного внимания и анализа. На этом направлении необходима реализация всего комплекса политико-дипломатических и военно-технических мер обеспечения безопасности. И одновременно важно оказывать гуманитарную помощь афганскому народу, среди которых есть и наши сородичи. Уважаемые коллеги, нашу большую тревогу вызывает война санкций. Кыргызская экономика еще не оправилась от коронавирусной пандемии, как уже санкционная ситуация вызывает угрозу по продовольственной и энергетической безопасности, макроэкономической устойчивости и социальной стабильности. В этих условиях назрела необходимость обсудить и выработать общие подходы для смягчения санкционных последствий и предотвращения ухудшения социально-экономической ситуации в наших странах. Такая возможность скоро предоставится в городе Бишкек в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета и Первого Евразийского экономического форума. Уважаемые коллеги, рассчитываю на ваше очное участие во главе своих делегаций, в которые прошу включить руководителей отраслевых министерств и бизнес-структур. Благодарю Вам, дружественным народам государств, членам ОДКБ мира, стабильности, благополучия и процветания. Спасибо за это. Спасибо, Садыр Нургажевич. Слово предоставляется президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Большое спасибо, уважаемые друзья, коллеги. Соглашусь с выступавшими. Действительно, за прошедшее десятилетие организация договора о коллективной безопасности заметно окрепила и приобрела заслуженный авторитет в качестве эффективной региональной оборонной структуры, обеспечивающей безопасность и стабильность на евразийском пространстве, надёжно защищающая суверенитет и территориальную целостность стран-участниц. Весьма важно, что взаимодействие в рамках ОДКБ всегда выстраивалось в духе подлинного союзничества на принципах дружбы и добрососедства, уважения и учёта интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки. Так происходит и сейчас в нынешней непростой ситуации. Свидетельством зрелости нашей организации и её реальной способности адекватно противостоять острым вызовам и угрозам стало успешное проведение ОДКБ миротворческой операции в январе нынешнего года в Казахстане по просьбе казахстанского руководства. Контингент коллективных сил ОДКБ, введённый на ограниченный по времени период, предотвратил захват власти в Казахстане экстремистами, которые управлялись в том числе и из-за рубежа. Помог оперативно стабилизировать внутрополитическую ситуацию в республике. Использование миротворческих сил по просьбе казахстанского руководства стало первой такого рода операцией в период существования ОДКБ. Её проведение позволило выявить сильные стороны практического взаимодействия наших военных структур и спецслужб и одновременно показало, над чем ещё предстоит дополнительно поработать. Сегодня мы подпишем совместное заявление, в котором с учётом опыта, приобретённого в том числе в ходе упомянутой операции, будут подтверждены решимость наших государств и далее по-партнёрски взаимодействовать по разным направлениям военного и оборонного строительства, наращивать скоординированные действия на международной арене. При этом вполне логично, что первостепенной на текущем этапе является задача дальнейшего совершенствования и оптимизации деятельности ОДКБ и её руководящих структур. Будем также заниматься вопросами оснащения коллективных сил ОДКБ современным вовремя. Соответствующие вопросы на постоянной основе отрабатываются в ходе учений по линии ОДКБ, практику проведения которых, безусловно, мы намерены расширять. На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, в Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ. Исходим также из того, что усилия ОДКБ должны и далее быть направлены на противодействие терроризму, наркотрафику, оргпреступности. На этом участке правоохранительные органы наших стран отладили хорошее взаимодействие в перекрытии каналов вербовки граждан, нейтрализации ресурсной базы международных террористических организаций. Самого серьёзного внимания требует также проблематика обеспечения биологической безопасности. Мы давно вели тревогу по поводу военно-биологической активности США на постсоветском пространстве. Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров, и они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность. Их основная задача – сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний. И теперь в ходе спецоперации на Украине получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ, по сути, создавались компоненты биологического оружия в нарушении конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Отрабатывались возможные методики и механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки на постсоветском пространстве. Рассчитываем в этой связи на поддержку коллегами скорейшей реализации российской инициативы о запуске в рамках ОДКБ работа профильного совета. Ещё раз отмечу важность самой тесной координации между участниками ОДКБ в сфере внешней политики, согласованных действий в ООН и на других многосторонних площадках, продвижения общих подходов к множившимся проблемам международной безопасности. В данном контексте следует наращивать взаимодействие с нашими естественными партнерами по Шанхайской организации сотрудничества и Содружеству независимых государств. К слову, по нашему мнению, было бы уместно и правильно, это предстоит нам обсудить, предоставить СНГ статус наблюдательным при ОДКБ. Особо подчеркну приоритетную задачу вместе защищать память о победе в Великой Отечественной войне, о подвиге наших народов ценой огромных и невосполнимых жертв, спасших мир от нацизма. Противодействовать любым попыткам обеления нацистов, их пособников и современных их последователей. Это исключительно важно именно сейчас, когда в ряде стран Европы варварски сносятся памятники героям-освободителям, запрещаются возлагать цветы к мемориалам, цинично пытаются переписывать историю, восхваляя убийц и предателей и оскорбляя их жертв, перечеркивая подвиги тех, кто выстрадал в победу и победил. К сожалению, в соседней с нами стране, на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит, и фактически поощряют их деятельность, некоторые наши партнёры из так называемого коллективного Запада. И всё это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах в западном обществе. Да, мы слышим, я в разговорах это фиксирую, нам говорят, ну что же, экстремисты есть везде. Да, это правда, экстремисты есть везде, так или иначе, они вылезают из-под поля и проявляют себя. Но нигде, я хочу это подчеркивать, нигде на государственном уровне не героизируются нацисты. Нигде. И нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия, факельные с неонацистской символикой. Вот этого не делается нигде. К сожалению, на Украине это происходит. Что касается расширения Североатлантического альянса. Да, это проблема, которая создаётся, на мой взгляд, совершенно искусственно, поскольку делается это в внешнеполитических интересах Соединённых Штатов. Вообще НАТО используется как инструмент внешней политики, по сути, одной страны. Но делается достаточно настойчиво, искусно и весьма агрессивно. Это всё усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности. Что касается расширения, в том числе за счёт новых членов альянса, Финляндии, Швеции, у России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами. Нет. И поэтому в этом смысле непосредственные угрозы для нас, расширения за счёт этих стран, для России не создаётся. Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. То есть, вообще-то, проблема создаётся на голом месте. Но будем соответствующим образом на это и реагировать. Кроме всего прочего, вот кроме этой бесконечной расширенческой политики, Североатлантический альянс ещё и выходит за рамки своего географического предназначения, за рамки Евроатлантики. Старается всё активнее и активнее включаться во международные вопросы и контролировать международные ситуации с точки зрения безопасности, влиять на них и не лучшим образом в других регионах мира. Это, безусловно, требует дополнительного внимания с нашей стороны. В заключение хочу ещё раз подтвердить, что Россия будет и дальше вносить свой вклад в углубление отношений стратегического союзничества со всеми государствами и членами ОДКБ. Будем делать всё возможное для совершенствования и развития эффективного партнёрского сотрудничества в рамках ОДКБ. И, конечно, будем поддерживать проводимую работу в этом направлении действующего армянского председательства. Что касается российской специальной военной операции на Украине, мы, безусловно, обсудим это. Я проинформирую вас подробно о том, с чем это связано, как идёт эта работа, боевая работа. Но сделаем это, конечно, в закрытом режиме. Благодарю вас за внимание. Спасибо, Владимир Владимирович. Слово предоставляется президенту Республики Таджикистан Эмман Ли Рахману. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, прежде всего хотел бы поздравить всех с 30-й годовщиной подписания договора о коллективной безопасности и 20-летием создания ОДКБ. Благодарю Владимира Владимировича Путина за организацию сегодняшней встречи, посвященную этим знакам для всех нас событий. Юбилейной даты являются хорошие возможности для осмысления пройденного пути развития ОДКБ и определения перспектив нашего дальнейшего многосторонного взаимодействия по укреплению общей системы коллективной безопасности с учётом новой реалии. За прошедший период ОДКБ утвердилось в качестве важного фактора укрепления мира и обеспечения региональной безопасности и стабильности. Наглядной демонстрацией тому стала успешной миротворческая миссия организации в начале текущего года. Мы создали обширную договорную правовую базу, необходимые рабочие и координирующие органы, а также механизмы, нацелены на решение стоящей перед организацией задачи. На практике соответствующим вниманиям уделяется укреплению консолидации и взаимодоверия в рутре ОДКБ. Расширяются международные связи ОДКБ. В прошлом году в рамках Таджинского председательства были завершены ратификационные процедуры и запущены деятельности институтов наблюдателя при ОДКБ и партнёров ОДКБ. На постоянной основе проводятся полевые и командно-штабные учения, принимаются меры по повышению оснащенности сил и средств системы коллективной безопасности современными видами вооружения и военной техникой. Всё это способствует поддержанию высокой степени боевой готовности и мобильности, выучке и навыков командного и личного состава по совместному решению общей задачи. ОДКБ сегодня является важной площадкой для равноправного диалога и сотрудничества между государствами и членами во всех трёх базовых измерениях – политическом взаимодействии, военном сотрудничестве и совместных усилиях противодействия современными вызовами и угрозами. Важным документом ведущим нашу организацию по собственному пути развития является стратегия коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года, в которой нашли отражение принципа нашего взаимодействия на среднестношую перспективу. Наша общая наценка состояния и перспектив развития организации отражена в совместном заявлении, которое мы примем по итогам саммита. Отмечу лишь то, что сегодня перед нами стоят не менее важные задачи по укреплению нашей общей безопасности с учётом многократного роста вызовов и угроз безопасности, нам предстоит наращивать совместные усилия по укреплению потенциала и возможностей организации. На примере Афганистана мы видим, что за последние четыре десятилетия накапливались негативные факторы, которые способствовали ухудшению военно-политической и социально-экономической ситуации в этой стране. В этой связи ОДКБ нужно быть готовы к различным сценариям развития ситуации на южных рубежах. Таджикистан намерен и далее активно вносить свою лепту в обеспечении общей безопасности в регионах ответственности организаций. Спасибо большое. Теперь, уважаемые коллеги, с вашего позволения я выступлю в национальном качестве и прежде всего хочу поблагодарить Владимира Владимировича Путина за организацию юбилейного саммита ОДКБ в Москве и за тёплый приём. Конечно же, юбилей нашей организации ещё и очень хороший повод, чтобы подвести некоторые итоги и обсудить перспективы дальнейшего развития нашей организации. Александр Григорьевич, конечно же, поднял очень важные вопросы по поводу взаимодействия между странами, членами ОДКБ. И президент Белоруссии коснулся, нужно прямо сказать, довольно-таки проблематичных вопросов. Но, в общем, нужно сказать, что в истории ОДКБ очень много позитива, потому что реально ОДКБ был, есть и будет важнейшим фактором в обеспечении безопасности и стабильности в регионе. Но, как мы уже видим, в сегодняшнем юбилейном саммите мы обсуждаем не только юбилейные вопросы, потому что в зоне ответственности ОДКБ ситуация довольно-таки напряжённая. И я хочу коснуться некоторым вопросам, о которых говорил президент Белоруссии. Касательно голосований стран, членов нашей организации, конечно же, такая проблема существует. Часто наши голосования не очень синхронны. Но это нужно заметить, что не новый вопрос. И это долгое время сопутствует нашим организациям. И Армения неоднократно подняла этот вопрос. Мы рабочим порядком, неоднократно этот вопрос обсуждающий реагирование и быстрого реагирования. Это тоже очень важный вопрос для Армении, потому что, как вы знаете, в прошлом году, как раз в эти дни, войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. И Армения обратился к ОДКБ, чтобы воздействовать механизмы, которые предназначены в положении порядка реагирования ОДКБ на кризисные ситуации от 10 декабря 2010 года, который был утверждён документ Советом коллективной безопасности. Но, к сожалению, мы не можем сказать, что организация реагировала так, как ожидала Республика Армения. Ещё долгое время мы поднимали вопрос о продаже оружия со стороны стран-членов ОДКБ к недружественной стране для Армении, которой в итоге это оружие было использовано против Армении и против армянского народа. И это тоже проблема. И, честно говоря, реакция стран-членов ОДКБ в течение 44-дневной войны 2020 года и после войны не очень обрадовала Республику Армения и вообще армянский народ. Но я хочу подчеркнуть особую роль Российской Федерации и лично президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в деле при остановке войны в Нагорном Карабахе. И я хочу ещё раз подтвердить, что Армения продолжает быть привержена к трёхсторонним заявлениям от 9 ноября 2020 года. Я имею в виду трёхстороннее заявление президента Российской Федерации, Азербайджана и премьер-министра Армении. Ещё трёхстороннее заявление 11 января и 26 ноября 2021 года. Но я думаю, что всё подвести итоги действительно очень важно и хорошо. Но Армения как член-учредитель организации договора коллективной безопасности мы привержены к дальнейшему развитию организации и считаем организацию ключевым фактором для стабильности и безопасности в Евразийском регионе и для безопасности Республики Армении и, в общем, положительно настроены, чтобы в полном объёме поддержать организацию и её дальнейшее развитие. А теперь слово предоставляю председателю, генеральному секретарю ОДКБ Станиславу Васильевичу Засию, чтобы он проинформировал нас про те документы, которые мы собираемся подписать. Уважаемый председатель, уважаемые члены Совета коллективной безопасности, я хотел бы, прежде всего, выразить признательность вам за встречу, сегодняшнюю встречу, посвященную юбилею ДКБ. 20 лет для международной организации – это не только очень много, но за эти годы пройден такой колоссальный путь от формирования идеи коллективной обороны до состоявшейся международной многопрофильной организации. Поэтому, пользуясь возможностью, я хотел бы поздравить вас, уважаемый главы государства, с юбилеем и поблагодарить за ваш большой труд по становлению, развитию, укреплению нашей организации. Потому что, конечно же, без вашего постоянного внимания, поддержки, это было бы всё невозможно. На столе ваших папках находится аналитический обзор о деятельности ОДКБ за 20 лет, свое существование. Этот обзор подготовлен с интериатом во исполнении поручения президента Республики Таджикистан. Кстати, сама работа над этим обзором для нас была очень интересная и полезная. Вот в преддверии таких больших юбилеев мы попытались взглянуть на пройденный путь, осуществить нынешнее состояние ОДКБ, и сложилось такое устойчивое, хорошее чувство – нам есть чем гордиться. В формате организации успешно функционирует механизм координации внешнеполитической деятельности. В рамках которого формируется консолидированная позиция наших государств по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. Хотя я согласен с самодоверничьим, что сейчас этого явно недостаточно. Мы не должны избегать ответов, консолидированных ответов на самые острые вопросы. Но важно заводить действие с международными региональными организациями и их профильными структурами. Сохранен, и что очень важно, культивируется принцип приоритетности политико-дипломатических средств в достижении целей ОДКБ. И это, наверное, один из главных скрепов нашей организации. За эти годы мы существенно нарастили силовой потенциал ОДКБ, совершенствоваться структура, оснащение и уровень подготовки органов управления и формирование системы коллективной безопасности. Важным достижением ОДКБ считаем формирование единой системы потопки кадров, органов управления и войск. Конечно, высшей формой этой системы является проводимое нами ежегодно на плановой основе комплексное совместное учение. Создан и развивается эффективный механизм противодействия с современным вызовным угрозам. Незаконный оборот наркотиков, нелегальной миграции, международный терроризм, преступности с применением инфляционных технологий. С этой целью на плановой основе проводятся совместные оперативно-профессические мероприятия и специальные операции. И результаты их свидетельствуют об их востребованности и эффективности. Завершается формирование коллективных инструментов по обеспечению биологической безопасности. Звучала эта тема сегодня, я думаю, что вернемся к ней. Важное место занимает система кризисного регионального ОДКБ. Ну и, наверное, закономерно, что с учетом первого практического опыта, полученного в Казахстане, по фсоциированной системе, и сегодня мы тоже будем рассматривать вопросы совершенства системы кризисного регионального ОДКБ. Дальнейшее развитие нашей организации будет осуществляться с учетом ваших решений, указаний, в том числе, я благодарен за сегодняшнее высказанное желание и указание, и на основе плана реализации стратегии коллективной безопасности ОДКБ до 2005 года. Кстати, нам уже в следующем году нужно приступить к подготовке исходных данных для разработки новой стратегии коллективной безопасности ОДКБ на следующий период, 2026-2030. Ну, уже время подошло, да и ситуация сейчас существенно другая, чем она была 5 лет назад. Это тоже большая работа, и, наверное, тут важно вот это объединение аналитических составляющих наших государств. Уважаемый представитель, уважаемые члены Совета коллективной безопасности, на ваше рассмотрение и подписание внесено два документа. Проект заявления Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с 30-летием договора о коллективной безопасности и 20-летием организации договора о коллективной безопасности. И проект решения Совета коллективной безопасности о награждении наградами организации договора о коллективной безопасности участников миротворческой операции ОДКБ на территории Республики Казахстан. Проект о размешении предусмотрено награждение на более отличившихся участников миротворческой операции. Шесть наших военнослужащих за умелое руководство подготовкой и проведением этой операции представлено к награждению почетным знаком ОДКБ 1-й и 2-й степени, в том числе и командующей миротворческой группировкой нашей в Казахстане генерал-полковник Сердюков Андрей Николаевич. И ряд военнослужащих за активное участие и правильную самоотверженность к этой операции представлены к награждению медалью за укрепление коллективной безопасности. Документы прошли необходимые процедуры согласования, одобрены установленными органами и готовы к подписанию. Я прошу вас рассмотреть и поддержать эти два документа. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, предлагаю перейти к процедуре подписания тех документов, которые приготовлены. Продолжение следует... 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 Уважаемые друзья, процедура подписания закончена и планируемые в этой части нашей работы вопросы исчерпаны. И, как договорились, предлагаю поблагодарить председателя средств массовой информации и продолжить наши обсуждения в узком закрытием режиме. Спасибо, уважаемые представители средств массовых информации.